По-моему, на втором курсе у меня уже появилась пудра. Я уже пудренная ходила. Девочка должна получить образование. У нее должен быть диплом, желательно два. Но я отучилась, потому что надо. Когда у меня абсолютный выходной, я уже не могу просидеть дома. Женщина должна быть и красивой, и нежной, и скромной. Я очень ответственный человек. Если я пообещала быть в четыре, я обязательно буду в четыре. Я не скажу, что я прям суперодаренный человек, но я усердный человек. Закончу красть, может быть, пойду в правительство. Если мне что-то в голову пришло, меня уже не остановить. Алгоритм успеха с Анастасией Микитин. Сегодня на алгоритме успеха российский визажист Диана Амарова. Визажист. Известный инстаграм-блогер Диана Амарова. А когда ты стала замечать за собой, что тебя привлекает красота? Давно. С детства. Я же уже рассказывала где-то. Мне очень нравилось. У меня мама очень красивая женщина. Я всегда ей восторгалась. У меня в детстве. Мне нравилась картина. Я помню, ванная приоткрыта, зеркало, мама красится. И я прям смотрела. Потом мама уйдет в ее косметички порой. Мама увидит, конечно, получала. Что ты сделала? Ты красилась? Я говорю, нет, я не красилась. Детство. Как бы мне это было интересно. И в сам момент, знаешь, кисти. Вот макияж кистями. Вот их так много разложить перед собой. Косметику. И вы могла часами сидеть, что-то на себя наносить. Мне это доставляло удовольствие. И сейчас, в принципе, это не просто часть работы. Это часть жизни, часть моего ощущения. Я живу такая терапия своего рода. Мне нравится. Я люблю. Я получаю удовольствие, нанося этот макияж. Слушай, а вы... Ты родилась в семье с достатком? Я родилась в средней семье. Меня воспитала мать. Одна мама. Она много работала для нас. Кем она работала? Она работала в больнице медсестрой. Потом она переквалифицировалась, потому что там особо не заработаешь. Она мне стала готовить. Она повар. Ну, я рано начала тоже работать. Я стала ей помогать, потому что, как бы, ну, сидеть на шее, как бы, взрослая, будучи взрослой девочкой, здоровой взрослой девочкой, мне хотелось помогать. Тем более, ну, как прийти... Ну, смотришь, например, на других. Хочется тоже что-то для себя так же. А прийти у мам как-то... Как-то сама постепенно стала работать. Спасибо, что меня не ограничивали в этом. Мне доверяли. Мне давали свободу. Я работала, как бы, подрабатывала, скорее, да, совмещала. Ну, с 16 лет я уже стала подрабатывать. Ну, у нас был магазинчик возле дома. Я там после школы учила. Ну, при всем при этом я училась отлично. Я была круглая отличница. Может, поэтому мне разрешалось, как бы, работать. И мне это было интересно. Не было момента, там, стыда? Нет, абсолютно. Ты знаешь, даже сейчас меня очень сильно отталкивают люди, которые вот немного пренебрежительно относятся, делят людей на класс. Сидишь, например, в кафе, пришел к тебе официант. И как бы, а чем она от тебя-то отличается? Просто у всех работа разная. Я себя здесь нашла, кто-то в другом. Есть всегда момент развития. Кому-то так нравится. Кто-то хочет развиваться, кто-то не хочет. Но при этом же не значит, что она чем-то хуже, лучше. Работа, она любая, не стыдно. Стыдно сидеть на шее, стыдно просить, стыдно, я считаю, ныть, жаловаться, что вот я такая, пожалейте меня, у меня не получается. Ты здоровая, у тебя руки-ноги есть. Так соберись, иди, работай, зарабатывай, развивайся. Сейчас столько возможностей есть для развития. Вот смотришь на молодежь, и даже тот же самый, давайте этот инстаграм возьмем, да, вот пишут, да, конечно, есть люди, которые ограничены в своих возможностях, и они не могут в силу своего здоровья, да, взять, встать и работать. А когда взрослая девочка пишет, помогите, дайте, пожалуйста, ну как так? У тебя есть все возможности. Сейчас при наличии желания, при наличии усердия и терпения ты можешь развиться. Ты можешь через год, через два, в принципе, да, встать на какой-то новый социальный уровень, который ты сама хочешь для себя, которым ты себя видишь. А вот жаловаться, да, это стыдно, а работать, нет, не стыдно. Ну, видишь, опять-таки, это ты такая свободная по ощущению, и тебе это тоже в детстве заложило, что ты не чувствовала какого-то ограничения. Нет. Просто я понимаю, что там, откуда ты, там есть какие-то еще влияния, что женщина не может туда пойти. Ну, в таких случаях, когда женщину нас ограничивают, ее обеспечивают ее мужчины. Да, если муж сажает нашу женщину дома, то он ее полностью обеспечивает. А как вас воспитывали? Ну, у меня достаточно современная семья, но при всем при этом все-таки прививалось, конечно, что у нас все-таки женщина должна отличаться какой-то скромностью, какой-то, наверное, кроткостью, да. Но при всем при этом меня как бы не ограничивали. Это, наверное, у меня самой было осознание того, у меня старший брат есть, как бы, ну, быть порядочной все-таки. Сейчас еще сын родит. Я росла с пониманием того, что я сестра, что я дочь, что я будущая мать, и нужно все-таки вот эту вот благочестивость, что ли, скажем так, нести. Я воспитывала мама, я смотрела, как много она работает, и в каких-то моментах ей сложно. Я жила, как бы она, ну, старалась, не показывая, да, какие-то моменты. Но я видела, что на самом деле трудно. И мне хотелось всегда, чтобы, наверное, она мною гордилась, я ценила тот труд, который она делает для того, чтобы нас с братом чем-то обеспечить. И мне хотелось, чтобы я дошла до того уровня, да, социального, когда я могу посадить свою маму и обеспечить ее абсолютно всем, чтобы она могла, чтобы ей не нужно было думать, как, что, что сделать, как нам помочь. Хотелось, чтобы она уже, она же уже достаточно, наши родители же достаточно для нас сделали. Мне уже хотелось уже самой, самой помочь, самой обеспечить. И, маше Аллах, хвала Всевышнему, я все-таки, я иду к этому. У меня получается пока. Ну, на данный момент. Да, 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 на данный момент мне мама помогает, она у меня сидит с моим мальчиком, она, ну, да, она у меня няня главная, бабушка, потому что, как бы, чужого, постороннего человека в дом запустить мне сложно, я бы не смогла. И абсолютно так вот уйти в работу, доверить чужому человеку, все равно как бывает. А когда бабушка, кто лучше, чем бабушка? Никто. И поэтому, я же говорю, в очередной раз без наших родителей мы никуда бы не пошли. Ну, ты такая самоуверенная девчонка. Да. Ну, ты это чувствовала с детства? Ну, я всегда, как сказать, ну, опять-таки, будет так нескромно, да, но уверенность, я никогда, как бы, не сомневалась, почему, почему я должна сомневаться? Надо брать и делать. Ну, все-таки, это все равно была с детства неприобретенная уверенность, да, она была вот с детства, она была в тебе внутри. Ну, с годами, конечно, мы развиваемся, с детства мы не понимаем, в чем нам там быть уверенным, но лидерские качества, скорее всего, так были, как-то я любила что-то организовывать, вот, куда-то вот говорила, давайте вот так сделаем, как-то я могла как-то людей за собой взять, там, что-то организовать, какое-то мероприятие, какую-то вот, какую-то сценку. Да? Да, вот, я любила, мне нравилось. Подожди, а сама играла в этих сценках? Конечно. В школе? Ну, конечно, у нас были какие-то мероприятия там. А ты выбирала какие-то главные роли? Нет, не обязательно, более интересные. Более интересные. Я в детстве очень любила рисовать, у меня прям маму такие вот кипы бумаги были разрисованные мною. Что ты рисовала? Людей, цветы, дома. Школа. Как ты учёшь в школе? Отлично. Да, я... Такая старательная. Ну да, мне учёба давалась, в принципе, легко, и, наверное, у меня в голове сидело, что девочка просто не может плохо учиться. У меня вот это всё заложилось в голове, и, ну, мне было бы неловко и некомфортно прийти домой, сказать маме, мама, я там тройку получила. Как бы, ну, семья же на меня рассчитывает, она в меня верит. Хотелось хорошо учиться, тем более мне не давалось это тяжело. Я любила учиться, познавать. Даже сейчас мне нравится что-то новое, видеть, узнавать, с новыми людьми общаться. Какие тебе уроки больше привлекаешь? Гуманитарий, литература, русский, точные предметы я не любила. Любила сочинения писать, прямо обожала это всё, да. Диктанты, орфография мне хорошо давалась, и почек, вводить всё это. Ну, математику, геометрию, это не про меня было. А друзья, вот как ты в школе больше с девчонками, с мальчишками? Ну, всё-таки, конечно, больше с девочками, но при всём при этом у нас не было такого, что мы с мальчиками не дружим. Нам не запрещалось дружить с мальчиками. Всё нормально было. А на какие темы общались с девчонками? С девочками? Ой, да разные по школе какие у нас могут быть темы. Ну, уроки. Ну, там что? Наряды, там, какие-то фильмы, кино, сериалы, там, что там девочки. Нет-нет, про готовку. А про мальчишек? Ну, как бы маленькие, наверное, мы для этого были. Не про это всё. Как выключила школу? Отлично. И вот ты... Поступила. Куда ты решила поступать? Я поступила в политехнический. Институт. У меня специальность первая моя налоги, налогообложение. В очередной раз у меня красный диплом. Почему? Почему ты именно туда? Мама хотела, чтобы я закончила. А ты куда хотела? Мне было без разницы, я знала, что я, наверное, себя найду в чём-то другом. Я не хотела работать на кого-то вот в этом, в плане сидеть и всю жизнь идти. Ну, что там максимум? Дослужусь до чё-то, до куды. Это не моё было. Я не могу... Меня нельзя закрывать, зажимать. Я вот... Я свободолюбивая, скажем так. Мне нравится движение. Ну, не моё. Хочется вот... Я более творческий человек всё-таки. Я, в принципе, не учила никогда дома. Мне хватало... Перед началом лекций я читала, и мне хватало более чем. Я просто вникала, что там происходит. Я два раза читала лекции, я могла и наизусть ответить. И если бы не было, возможно, того образования, я бы... Может быть, здесь не была бы как бы... Мне кажется, что всё это взаимосвязано и всё это полезно для нас. Ну, почему ты не пошла работать после... Мне-то было неинтересно. Зачем? Ну, хорошо, ты заканчиваешь с красным дипломом. И ещё, чтобы... Влияние каких-то там, вот, пойди туда, да? Простой мама, там, влияние матери опять-таки. Нет, мама не влияла, чтобы пойти дальше работать по специальности. Нужно было сначала заплатить за эту специальность, правильно? Ну, всё-таки такой момент имеется. Сложно устроиться было. Нужно было как бы связи какие-то найти, ну, которых у нас, можно сказать, не было. Чтобы всё-таки на место устроиться. Иногда бывают нынешные, да? Вот если бы были связи, как устроилась, пошла бы... Сейчас затрудняюсь с ответом, сомневаюсь. Не моё было. Хотя я прекрасно прошла практику в налоговой, прекрасно прям. Я думаю, будь у меня желание, возможно, бы я смогла там задержаться. Но я себя там не видела. Не моё. Вот, потом я поступила ещё раз. Второе образование. Я закончила, правда, заочно. Заочное образование я вообще, честно говоря, не считаю за образование. Всё-таки я заочное образование, что если мы хотим какой-то багаж знаний получить. А заочно это всё-таки, наверное, больше для галочи. Хотя у нас был хороший вуз, хорошие преподаватели. У меня филиал Путинской академии, государственные и муниципальные службы. Закончила. Да, я госслужащий по второму образованию. Закончу красный, может быть, пойду в правительство. Да, закончила тоже. Конечно, не красный, но заочно красный, мне кажется, это не серьёзно и не по-честному. Но хорошо закончил, практически на красный. Были моменты, когда ты поплатила учитывая? Конечно. Даже при первом образовании я платила только за математику. Единственный предмет, потому что он мне не давался. Не хотела я в него не уникать, он мне был в математике. И ты знаешь, у меня не было обиды на преподавателя, я была благодарна преподателю, что он мне не портит мой диплом, что он мне ставит эту оценку, да, ну потому что я же знаю, ну не знаю я математику. Так спасибо, что ты меня терпела на своих парах. Я прям сидела и не мешала ей вести пару. Девочка должна получить образование. У неё должен быть диплом, желательно два. Но я отучилась, потому что надо. Когда я приняла решение, что я хочу всё-таки серьёзно заняться визажем, я понимала, как, наверное, налоговик, по первой специальности, я понимала, что это средства, правильно? Я, прежде чем я понимала, что это и риск, у меня могло пойти это дело, могло не пойти, я могла быть не востребована в профессии. Ведь правильно? Я решила сначала скопить. Я пошла, я работала консультантом в магазине одежды, примерно полгода, может, даже чуть больше. Я скопила какой-то первоначальный капитал. Какой первоначальный капитал? Ой, я сейчас не могу вам точно сказать, но... Ну приблизительно, хотя бы, какого суммы? Наверное, 1150, наверное. Это ты на консультант, ну, на полгода могла скопить? Ну, может быть, чуть больше полугода. Я, наверное, скопила и как бы... Ну, у меня хорошая зарплата была, я хороший продавец была. Ну, я и стипендию получала как отличница. Ну, и, конечно, мама мне давала деньги на проезд, на обед, конечно. Ну, такие разумных суммы. И здесь, когда ты работала консультантом, мама знала, что ты собираешь деньги, что ты хочешь? Да, конечно, конечно. Я хотела именно это сделать сама, чтобы вот изначально пойдет, не пойдет, чтобы я понимала, что как бы... Я сама рискую своими даже финансами, правильно? Я скопила, купила первый набор косметики. Это была какая-то фирменная косметика? Конечно, нет, фирменная. Я сразу хотела... Я же людей крашу, я не могу экономить на качестве. Это была не много, но хорошая фирменная косметика, оригинал, хорошие кисти. И помню своих первых клиентов, помню, как я это все раскладывалась. Начинала работать я дома, то есть... В спальне у меня был комод, там первых клиентов красила, потом я спустя некоторое время отвоевала целую комнату в квартире у мамы. Я ее оборудовала, то у меня был салон на тому. Очень, знаешь, с теплотой-то вспоминаю время приятное все-таки, как бы... Как бы приходили клиенты одна за одной, и вот я понимала, что ко мне возвращаются, и вот что, наверное, я делаю хорошо, наверное, вот я пошла туда, куда надо. Потом я уже сняла сначала одно помещение, потом второе. Ты что вообще себе планировала? Ты все-таки в итоге хотела как-то в салон открыть? Конечно, я... Ну, так глобально я не мысляла, я так аккуратно мечтала поступательно. Я хотела просто, чтобы... Чтобы в этой профессии я могла, наверное, обеспечить себя, свои потребности. И, ну, понимаешь, работа тебе еще интересна, и еще на тебя обеспечивает. Что еще нужно? А потом постепенно я понимала, что людям нравится, и люди идут. Ну, а как это вот с самого начала? Вот просто человек накупил себе косметики. Накупил себе косметику. Я сделала Инстаграм. А, вот, если-таки Инстаграм. Я же говорю, сейчас, если человек хочет, если отговорки я не могу, это всего лишь отговорки. Сейчас такая огромная, бесплатная площадка есть для саморекламы. Начала выкладывать какие-то первые работы. А кого выкладывала? Себя просто? Чаще всего себя. Ну, либо клиентов, либо моделей, которые согласны. Клиентов, которые согласны, либо моделей, которые я пригласила с условием, что они будут согласны, что я их закину в Инстаграм, опубликую. Хорошо, но вначале, вот самый первый день, как ты вообще... Кто у тебя первый клиент? Ты помнишь? Первую клиентку помню. Конечно, это была... Троюродная сестра, кажется, даже не моего соседки, моего соседа. А как ты вот вы вышли? У нас на лестничной площадке жила семья, живет, да? Вот сейчас переехали. И он говорит, Диана, у меня вот сестру накрасит, накрасит. Я говорю, накрашу. Пришли ли там три девочки, накрасила их там, мне макияж стоил 500 рублей. Такая условная... Подожди, ты даже сразу цену сказала уже, что бесплатно не красила? Бесплатно я красила, когда я модели красила, а клиентов, конечно, я брала деньги. Ну, то есть, это покрывало только, наверное, мой расходник. То есть, я красила прям хорошо, все дорого и богато было, все хорошее наносила. Как бы, ну, потом постепенно... Смотри, у меня был Инстаграм, у меня было какое-то, хоть какое-то портфолио, и у меня была изначально низкая цена. То есть, 500 рублей я ставила цену, и люди, даже если плохо будет, они, наверное, не боялись 500 рублей мне заплатить, они же еще видели картинку, что, в принципе, там, может быть, не так все шикарно, да, не все профессионально, но неплохо. Я старалась. Я каждого клиента старалась сделать, ну, все, что в моих силах. Я вот прям старалась сделать, прям душу вкладывала, чтобы мне хотелось, чтобы она ушла, и она ко мне вернулась. И еще, возможно, ее подружка ко мне вернулась от души. Ну, а ты чувствовала, что, например, ты накрасила, смотришь, понимаешь, что вот не совсем так хорошо все? Бывало такое редко, мне казалось прям, вау, какая красивая дева. Бывали, конечно, моменты, когда я смотрела и думала, сейчас она меня убьет. А когда она такая счастливая в зеркало смотрела, думала, может быть, я что-то не понимаю. Такое тоже бывало, когда что-то пошло не так. Как я говорю сейчас своим ученицам, главное не показывайте виду, что что-то вышло из-под вашего контроля. Вы должны, да, все так и должно было быть. Ну, конечно, сюда можно выйти из ситуации. И вы знаете, клиент часто вам многое простит, если вы сами ему, наверное, приятны. Она закроет глаза там какие-то покрежности, если она просто хочет в следующий раз прийти с вами пообщаться. Такое тоже есть, имеет место быть, да. Первый, может быть, месяц работы. У меня было волнение, но у меня не было страха. Ну, а что бояться? Не так пошло, можно умыться. Но никто пока не умывался. Наверное, это бы меня очень расстроило. Потом, получается, ты салон открыла? Аренда, арендовала, открыла, да. Арендовала салон? Да. Салон красоты. Ты, получается, ты даже тогда не мечтала о салоне, когда это все начиналось? Нет, я мечтала, но так аккуратно. Я считаю всегда, что нужно быть благодарным за малое. То есть, ну, как бывает, человек имеет что-то и жалуется. Такого не должно быть. Ну, я всегда, ну, я ставила к тому, к чему-то я же шла. Я же не просто работаю, я понимала. Я как-то откладывать пыталась, да, как-то копить, смотреть, представлять. Мысли, они материальные. Я очень верю в материальность наших мыслей. Не всегда я представляла, как это будет, как я открою, как я вот, ну, как я там сделаю все. И вот, когда я вот купила уже свое место, все-таки хотелось, чтобы это было свое место, а не арендное. Это в Махачкале? Да, в Махачкале, недалеко от своего дома, где я живу. Я еще представляла, когда я уже стала мамой, как мой сын, я хотелось, чтобы побольше времени уделить, чтобы он мог в шаговой доступности прийти даже ко мне на работу. Я представляю, даже сейчас вот приедет он ко мне на велосипеде и скажет, мама. И я такая, да. Как бы хочется, даже с бабушкой гулять, чтобы он зашел. Мне важно, мне хочется участвовать в его воспитании, потому что как-то это мой ребенок, я на него смотрю, это вот все мое, да, часть меня. Поэтому как бы открылись. Радовалась? А, да. Ну, скорее я больше радовалась перед этим. Моя крупная покупка была, это квартира, мы переехали, потому что у меня родительская была поменьше. Я вот купила квартиру, можно сказать, мечты прям большую, прям сделала там опять-таки все, как хочу. В каком у тебя стиле квартира? Она какая-то вот начесная, наверное, там все такое, да? Истина дагестанская. У меня все так золото, все красиво. Ну, мне так хотелось, и мне всегда говорят, ты не устаешь. Ну, прям такой росписи там нет. Вроде бы и скромно, вроде бы и в классике. Я люблю сама классику. Салон же у меня более современная классика получилась. Ну, там немного и такого есть, и такого. Немного зональное деление, поэтому и туда, и сюда, и сюда немножко. Скажи, ты прям полностью погружаешься в этот процесс там подбора интерьера, или ты все-таки его лучше возьмешь в какой-то мастер? Нет, я сама все выбираю. Ну, все сама, да. Ну, опять-таки я быстро принимаю решения. То есть я вот зашла, я сказала сразу здесь, здесь, так, так, и вот так сделайте. Здесь у меня будет такая зона. Я просто зашла, потом второй раз пришла, я понимала, что и где я хочу. Я его уже видела, он у меня вот здесь был. Как ты это чувствуешь, да, вот просто? Ну, я же в этом работаю, и я понимаю, как мне будет удобно, комфортно и приятно. И уже, когда ты в этом варишься, можно сказать, ты уже знаешь, как тебе поделить так, чтобы и тебе хорошо было, и тебе никто не мешал. То есть у меня отдельно будет мой зал, моя школа, где я буду вести свое обучение, где я могу просто изолироваться от всего салона, салонной суеты от всей и спокойно работать. При всем при этом салон тоже может спокойно, отдельно функционировать от меня. Я люблю все-таки работать без суеты. Я люблю, чтобы вот не было шума лишнего, каких-то вот дерганий, чтобы я, когда крашу, я должна вся погрузиться именно в свой макияж, в свой процесс. Инстаграм Скажи, ну ты Инстаграм сама ведешь? Конечно, да. У меня есть, конечно, помощница, которая там более такие моменты ведет, там, директ почистить что-то, но очень редко, чаще сама, и по этой причине я практически не отвечаю в директ, потому что... Не потому что звезду поймала, да, а потому что я не могу. Мне не хватает времени. Если я еще и сяду, буду сидеть в Инстаграме, директ чистить, там же, по сути, вот иногда зайдешься и злишься из-за каких-то бредовых вопросов и идей, да, какую-то полнейшую вещь пишут, ты не видишь у кого-то важного сообщения, например, у человека просьба какая-то, но на самом деле реальная и существенная, либо сообщение какое-то важное, ты не видишь, потому что там куча непонятного всего льется, и все. Просто какой-нибудь ролик тебе скидывают, и зачем? Отвлекает внимание. Но я стараюсь читать комментарии, по мере возможности на них отвечаю, но опять-таки, если я буду сидеть и все это штудировать, у меня просто не хватит времени на семью. Скажи, вот у тебя, по-моему, там миллион подписчиков даже больше, да? Да, чуть больше. Накручивала? Нет, никогда. А как вот ты изначально, получается, тебе 4 года уже Инстаграм, как-то вот изначально оно само как-то получалось, они подписывались, или ты просто участвовал в рекламе? Нет, первое время никакой рекламы, она и бессмысленна, вот, первое время, когда тебе, тебе если даже подпишут, они же ведь уйдут потом, когда закончится твоя реклама или какой-нибудь конкурс, ведь так. Я сама, когда меня спрашивают, ну чем ты интересна, я сама удивляюсь, чем я интересна-то? Наверное, чем-то было интересно, раз подписывались. Я старалась выкладываться систематически, то есть какие-то образы, селфи, какие-то видеоуроки. Я опять-таки хотела, даже не для набора подписчиков, я же говорю, я хотела научить девочек даже повязать платок, то, что я умею. Я как-то сняла один ролик, и когда девочке писали спасибо, нам полезно, а можно еще. А мне-то было не трудно, тогда у меня такой загруженности не было. Мне же не трудно было, я снимала им еще, и опять-таки, когда я видела просто человеческое спасибо, либо вы мне помогли, вы мне были полезны, мне было приятно. И как-то постепенно, постепенно я росла. Когда ты уже доходишь до определенной цифры, дальше проще расти, тебя уже больше людей знает. А вот сейчас, когда ты такая уже популярная, я понимаю, что сейчас появляются какие-то негативные комментарии. Конечно, они были с самого начала, просто первое время, конечно, они обижали, возможно, иногда даже, можно сказать, я поплакивала, сяду так неприятно, почему они неправду пишут. Сейчас тоже это слышишь, часто слышишь, например, ну что ей, конечно, хорошо, когда тебе все сделали. И думаешь, ну, человек ведь не знает, чтобы судить тебя, ей нужно, как говорится, в твоей обуви, по твоей дороге пойти. А что обижаться на человека, который не знает, и, возможно, это все, что у него есть, чтобы тебе какую-нибудь гадость написать. Но если это твоей легче станет, то пусть она напишет. Если она мне напишет, что я страшная, ужасная, я же от этого ужасная и страшная не стану, ведь правильно? Или там часто я читаю, вот, а, она, дочь богатых родителей, ей все сделали. Ну, бред, ну, ну, хочешь ты так думать, если тебе так проще думать. Мне кажется, они этим, как бы, свою некую несостоятельность, возможно, как бы, они леют себя, вот, ну, у нее не получилось. Ей, как бы, удобно, наверное, считать, что без поддержки невозможно. Без поддержки можно. Я-то знаю, как на самом деле. И мне, наверное, может, даже в некоторых моментах приятно, что человек считает, что это невозможно, а я своим примером показываю, что возможно. Я раньше чаще, сейчас реже писала посты о том, что вот не с целью, как бы, похвастаться или поякать, я не держала для себя этой цели. Мне хотелось написать пост, который, возможно, прочтет девочка лет 17-16, и которая стоит, да, или там, и она почитает и поймет, что такое может быть. Я же тоже могу. Мне хотелось ее, наверное, своим примером на что смотивировать. На что я тоже читала, что ты там рассказываешь, я знаю, у тебя родители богатые. Думаешь, ну, ну, хорошо тогда, что сказать. Ну, я все-таки верю, что хоть кто-то, прочитав мой пост, пошел, сделал. Не обязательно визажели в красоте, нет. Уйма возможностей. Вот уйма. Просто двигаться. Человек, когда он движется куда-то, он обязательно дойдет. А когда человек на диване телевизор смотрит, куда он придет? Он опять придет на свой же диван и опять на тот же телевизор. Вот к тебе из Инстаграма начали писать уже клиентки. Да, приходили клиенты. Приходили, знаешь, вот я накрашиваю двоих девочек сегодня, они идут на свадьбу. Их же обязательно спросят, кто тебя накрасил, правильно? Она скажет, там-то и вот недорого, и хорошо. И девочки хотели приходить, и они приходили. Те спрашивали, советуешь, да, пойди. Как бы вот так вот сарафанное радио тоже, Инстаграм. Постепенно. 500 рублей все-таки было? Сначала, да, 500. Когда вот ты поняла, что надо поднимать, что вообще побудило тебя к тому, что все? Я видела, когда я поняла, что в день желающих записаться на 1 час 3 человека, я могу только одного записать, я поняла, что я, наверное, могу себе позволить поднять цену. До скольки ты подняла? Я сейчас не помню, по-моему, сразу в 2 раза. Кажется так, да, я амбициозно, обложение. Как реакция клиента? Нормально. Да? Возможно, какие-то отсеивались, но уже Инстаграм был, уже и меня знали, мне уже доверяли, я уже какую-то, как-то себя проявила, да, с профессиональной точки, и уже туда ходили. Потом я сняла помещение, и уже, конечно, цена была, в принципе, средняя по городу. Сейчас тоже у меня, в принципе, не так дорого и не дешево, средняя цена по Махачкале. Ну, сколько у тебя сейчас? Свадебный макияж стоит 4 тысячи, вечерний макияж 2-2,5 тысячи. Это недорого, это обычная средняя цена. Скажи, сколько на свадебный макияж уходит времени? Час. И на вечерний час? Ну, да. Ну, у меня, знаешь, 30-40 минут я могу красить. Когда ты уже, грубо говоря, набита, ты уже мало времени затрачиваешь. Ну, и 30 минут, и 40 минут, иногда час. Это зависит тоже от клиента и на то, сколько времени у меня ушло на поговорить. Это же тоже время уходит. А если я просто крашу, то я и за полчаса могу накрасить. Но при всем при этом время, оно не влияет на качество. То есть, без разницы, я час тебя красила или 30 минут. От этого качество моей работы не зависит. Иногда мне самой хочется просто поиграться, да там, повозиться, а иногда нет. Слушай, вот сколько у тебя за день максимально было клиентов? Ой, и 15 человек бывало, и 13. Такое тоже бывало. Это прям, я прям... Сейчас, конечно, я так много стараюсь не записывать. Я уже понимаю, что я могу устать. Я лучше запишу меньше, но сделаю качественнее. В основном такой наплыв работы у нас же сезонно. Перед свадьбами, в период свадеб в основном. А вот бывают такие, да, зимой поменьше. У раза месяц мы вообще не работаем, да, как бы с клиентами. Ну, что у нас люди держат пост, у нас не играют свадьбы. Всякие мероприятия у нас уже редко проводят, да, какие-то. Поэтому как бы мы отдыхаем. У тебя в Инстаграме было много обсуждений по поводу вот этих... Каждый месяц день рождения в разных стилях. Почему это все происходило? Как это все получилось? Ну, рождение ребенка для любой матери – это самое важное событие в жизни. Я не представляю, что может быть важнее сейчас, кроме рождения моего сына. Это часть меня. И тут, когда Шамилю исполнился месяц, мне хотелось просто для себя. Я не для Инстаграма ни в коем случае. Я хотела для себя просто запечатлеть этот важный день. Бить моему ребенку целый месяц. Я такая счастливая. Думаю, вот он мой сын. И мне хотелось просто... Ну, что я особенного сделаю? Как-то сама нарядилась, в принципе, я каждый день практически наряжаюсь. Его как-то под себя, да? Тортик там, цветочки. Ведь и так ведь мы дома празднуем. Ведь и так мы купим этот торт. Так пусть он будет соответствующим. Сделал какую-то фотосессию, да? Так как я медийный человек, мне хотелось еще и поделиться с людьми. Ведь многие меня там любят, кто на меня подписан. И они вместе со мной порадовались. Они посмотрели. И так у нас прошел месяц. Тут Шамилю был второй месяц. А у меня-то у мамы идея-то еще хочется. Мне-то еще хочется праздника. В очередной раз снова же ведь мы дома будем праздновать. Потому что для нас это счастье. Ну, почему бы не показать Инстаграму? А тут-то 12 месяцев. И каждый месяц мне хотелось, знаешь, во вкус вошла. Мне хотелось каждый раз еще и еще и еще. И на самом деле мне это нравилось. Да, это было иногда трудно организовать свою идею. Но потом прям такой колоссальный заряд получаешь. И в конце я думаю сейчас, да, вот мой сын вырастет. Ведь ему, наверное, будет интересно посмотреть. Я еще, знаешь, я старалась понимать, что это мальчик, как-то наряжать его так, по-мужски. То есть там Микки Маусов, если у нас была тема Микки Мауса, то есть ушек у него не было, просто светерочек, да. Как бы что вынесла? Мама, ты с ума сходила? Ты что делала со мной? Девочку хотела, да? Ну, как бы мне приятно было. Это какая-то память, наверное. Больше, наверное, для себя, конечно. Сейчас ему зачем это. Ну, никому ведь плохого я этим не делаю. Ну, почему бы нет? Моя радость, мой ребенок, я могу себе это позволить, я хочу себе это позволить. Почему бы нет? Вот не хочу я Инстаграмом даже заниматься, не хочу. Я крашу, я работаю, но я не выкладываю. Часто бывает, или клиент не хочет, или я устала, не сфоткала. Или просто как бы устаешь. Устаешь от этого на самом деле, от этого бывает. И ты понимаешь, что если... Ну, идет какой-то своего рода спад. И тут ты понимаешь, что надо все-таки работать. Ну, обязательно. Это колесо. Если ты останавливаешься, оно тоже останавливается. Но ты Инстаграм выкладываешь как-то все по времени? Нет, нет, нет. Я, кстати, хотя, конечно, мы слышим, мы знаем, что определенный период есть, когда мы... Нет, если я захочу сегодня закинуть 10 фоток, потом вообще не закину. Без разницы. Я делаю так, как я чувствую. Я никогда не делаю то, как это надо. Я не хочу копировать чей-то путь. У меня он свой. Бывают периоды, когда ты устаешь, когда ты хочешь прям ничего не делать, когда ты прям замучилась, измучилась, хочется куда-то... Ну, опять-таки... Чем ты спасаешься? В семье, ребенком. Вот устала после дня, пришла, его обняла, и все, что еще надо. Все, все усталость как рукой сняло. Сегодня вот в самолет лететь, думаешь... Пол четвертого, да, в четыре мы выходили, он уже встал. Я думаю, как будто чувствует меня, провожал. Да, поцеловала, обняла, говорю, жди маму, мама скоро приедет. Мама ждет. Идем говоришь, и слезы на глаза. Ну, как бы... Тяжело оставлять его и жарить? Конечно, тяжело, конечно, и волнуешься, и думаешь. Тут уже с появлением ребенка ты уже, как сказать, я уже даже за свою жизнь переживаешь, не потому что ты... даже не самосохранение тобой движет, а ты понимаешь, что ты нужна своему ребенку. И ты уже... У меня вот резкая потребность была, мне нужно было... Я родила, и когда я забеременела, вернее, я понимала, что я скоро стану мамой, я вот понимала, мне нужна новая квартира, мне нужно что-то, что мне нужно... У меня прям, знаешь, такой огромный мотиватор твой ребенок, потому что это жизнь, которая зависит от тебя. Вот он на тебя смотрит, и все, у него ты вся, весь мир его, своего ребенка. И тут ты понимаешь, что ты должна, у тебя нет выбора. Ты вот должна своему ребенку, я прям так считаю. Прям движешься, движешься, хочешь для него, хочется, чтобы... Ведь жизнь, она сейчас тем более какая, тяжелая, правильно? Сейчас это социальное все-таки есть. И хочется своими силами дать ему какую-то платформу будущую для жизни, потому что ты не знаешь в период его становления, как все будет, правильно? Но при всем при этом я очень боюсь избаловать. Я не хочу баловать ребенка, я хочу, чтобы... Я вообще придерживаюсь тому, что мы должны дать ребенку потребность саморазвития. То есть если все на вот так готовое, тогда он скажет, зачем что-то делать. То есть это такая тонкая грань, где нужно вроде бы и опекать, и не переборщить своей опеки, чтобы ребенок, особенно мужчина, чтобы он рос мужчиной, чтобы он потом был твоей опорой. А вот очень-очень сложно, но я надеюсь, я очень надеюсь, что у меня это получится. По крайней мере, я стараюсь. Скажи, вот сын, как часто он тебя видит? Постоянно. Я же... После я еду домой и стараюсь. Я часто даже его беру. Я сейчас знаю, что мне там по городу надо покататься, я его сажу в кресло и беру его с собой. Сколько ему? Ему вот в июле два года будет, иншалла. Как ты совместила вообще тогда все? Вот четыре года ты в профессии, сейчас два года прошло, ты родила ребенка? Я же говорю, я сразу вышла на работу, и мой ребенок, может сказать, у меня мама моя с ним, она его вторая мама, если даже не первая. Я говорю, ты его первая мама, я скорее вторая. Он вот с рождения... Ну, моя профессия не терпит долгого отсутствия, понимаешь? Ну, если ты уходишь, то тебя забудут, ты будешь невостребована. А когда ты уже столько сил в это вложила, и мне мама сказала, пока я... Мое здоровье позволяет, я... Ну, работай, занимайся, развивайся. Я тебе чем могу, я тебе помогу. А в очередной раз то, что вот... И ты уходишь, ты спокойный, ты знаешь, что с ребенком, с мамой, что все хорошо. Хорошо, скажи. Ведь после обеда уйма времени. Ты приходишь, и ты мама, и все хорошо. Ну, ты как, ты все-таки хочешь еще детей. Да, конечно. Конечно. Скажи, а вот тебе нет ревности того, что вот мама с ребенком, и что вот он к маме так близок, она его видит все эти... Абсолютно, нет, конечно. И как его взросление. Но я же тоже присутствую. У меня... Ну, смотри, когда я ухожу, он чаще еще спит. Я же... У меня же больше утра. К обеду я прихожу, но я для себя поняла, что когда он будет более в сознательном возрасте, я все-таки поставлю работу так, чтобы еще большее время уделять именно ему. Потому что сейчас, если он маленький, он где-то что-то не понимает. Когда он будет понимать именно, и когда мое участие будет именно мое личное необходимо, я обязательно буду. Но для этого сейчас я должна поработать и поставить работу на тот уровень, когда я смогу себе позволить быть больше дома. Пока нет, пока я работаю. Мама. Я вообще стараюсь по мере возможности маме и внимания уделять. И мне хочется маму радовать, побаловать. Я не знаю, дать ей то, в чем она себя в свое время ограничила ради нас. А сейчас я уже, будучи взрослой девочкой, могу ей в этом давать. Но у меня она такая тоже экономная, говорит, не надо мне. Я говорю, нет, мама, надо. То есть, мама это, мама это святое. Скоро мамы день рождения, думаю над подарком. Но мама говорит, мне ничего не надо. Еще тема подарка не зашла, мама уже говорит, Тиана, ты мне в этом году ничего не дарил. А с подругами есть подруги? Конечно есть, да. А что с подругами болтаете? Уф, всегда по-разному. Мы можем начать с одного, закончить вообще с другого. Надо просто, просто ни о чем. Просто есть. А вот в кинотеатрик ходить? Конечно ходим. Абсолютно спокойно. Раньше я больше читала, сейчас меньше, но стараюсь. Деньги. Скажи, на что ты больше всего тратишь свои деньги? На дом, наверное, да, на дом. Сейчас на ремонт. На салон, да, на дом. А вот если... На ребенка. Себя, вот на одежду, на развлечение, не знаю, или на какие-то подарки. Наверное, на украшения. Что ты любишь, бежитерию? Бриллиант. Бриллиант. Это очень влажно. Как нескромно. Самая вообще дорогая твоя покупка в... Жизнь? А, в драгоценности. Можно не говорить? Ладно, ладно. Сильно. Не так, ну кольцо, наверное. За миллион. За миллион? Слушай, ну хорошо, самая вообще дорогая, вдруг, не этот... Покупка в твоей жизни. Это квартира была? Да, квартира. Каждый день ты зарабатывала, вот как каждый кренчик, там, две тысячи, две тысячи, две тысячи. Как ты вот их собирала? Ты клала в банк или ты дома их просто... Я давала, я зарабатывала, приходила, отдавала маме, мама у меня все собирала. Мама такой, да? Ну, я сама тоже, я не транжира, хоть и может показаться, я могу и сама. Но мне было удобнее, я приду там, уставшая, деньги положу, мама как бы откладывала. Потом как-то она в банк... Скажи, а вот этот первый момент, когда, например, заработали миллион рублей, что ты ощущала? Что ощущала мама? Я понимаю, что для мамы это тоже были большие деньги, как говорится, потому что она... Как бы это все проходило так, я постоянно была в суете и в делах. Я как бы не остановилась и не подумала, вот я миллион заработала. Так как-то это не происходило. Больше, когда я вот купила квартиру, я подумала, да, вот купила. Молодец. Думаю, хорошо. Что мама твоя сказала там, дочь, я горда там... Ну, мне кажется, она так подумала, но такого у нас разговора прям не было. Как бы я считаю, что это само собой разумеется. То есть если ты идешь, ну ты же к чему-то должна приходить. То есть это я не на уну же там полетела, я просто... Это логический финал моей работы. То есть когда человек работает, но он на что-то зарабатывает. Самая максимальная сумма, которую ты брала за макияж? Наверное, макияж невесты 4 тысячи. Я так и слава, что сейчас скажут 4 тысячи. Я пытаюсь припомнить, был ли у меня дороже макияж. Думаю, нет. Не было ведь дороже макияжа у меня. Автомобиль. Ты копила, у тебя была машина уже? Да, у меня уже... Я вторую машину взяла, поменяла. Сначала взяла попроще, потом чуть получше. Сколько лет было, когда ты купила первую машину? Так, первая машина, это у меня год-два... Ну, года 4 назад, наверное, я купила первую машину. Сколько мне было? 23? 23 года. Какая машина? Kia Rio. Моя первая машина, да. Ну, автомат. Все прекрасно, покаталась. Хорошо, вторую машину. Вторую машину я купила где-то, наверное, чуть больше года назад, Камри. Как только вышла в новом кузове, взяла. Люблю ее. Питание. Ты любишь покушать? Да. Наверное, да. Люблю. Ну, я немного избирательная. То есть, даже если я очень голодная, и то, что я не люблю, я не поем. Я, да, я такая вредная, я лучше останусь голодной, но я не съем, я не смогу. Я буду злиться, ругаться. Что ты не любишь? Что я не люблю. Я не люблю фарш. Вот. Я его в некоторых блюдах могу поесть, но не очень. Прям люблю голубцы, как будто они мое любимое блюдо. Я люблю там, я более европейскую кухню люблю. Национальную тоже люблю. Хинкал тот же самый. Вот. Наслакский хинкал, так сказать. Такие вот маленькие кусочки теста. Интересно готовится. Мне кажется, самый сложный, это наш хинкал. Да. О себе. Главное всегда куда-то идти. Всегда идти. Каждый день ты должна понимать, что ты что-то сделаешь. Даже в свой выходной. Если вот у меня выходной, это бывает очень редко, когда у меня абсолютный выходной. Я уже не могу просидеть дома. У меня не получается. Я все равно выйду, я поеду в салон, я посажу модель или посажу себя, я накрашу, я что-то сделаю. То есть я, ну как целый день ничего не сделать? Я не могу. Это трудоголик. Да. Вот даже время, те же самые занятия, да, спортом, тренировки, ты время тратишь с пользой для своего здоровья, правильно? Не просто ты можешь это время просидеть в кафе, да, с девочками поболтать, а можешь позаниматься, да, ты устанешь, да, тебе надо туда привезти. Но при всем при этом ты понимаешь, что ты это сделала, ты вложила в себя. Ты занимаешься спортом? Ну я пытаюсь, да, занимаюсь. Пытаюсь. А как ты при таком графике вообще находишь время покушать, пообщаться, не знаю, с подружками, если такие есть, там, побыть с сыном? Ну сейчас я в 12 часов у меня в основном занятия начинаются, спортом, ну что там полтора часа я тренируюсь, да, занимаюсь. Это период, я уже знаю, что у меня занятия, я его для себя оставляю. Дальше у меня уже встречи, дела, я бегу домой. Скажи, спортом, что тебе больше нравится, там, в тренажерном зале или групповая занятия? В тренажерном зале, и если я вот занимаюсь, у меня все-таки индивидуальные тренировки, групповые занятия, они немного не подходят. Как бы, сама понимаешь. Скажи, а вот время на пак кушать, что ты кушаешь? У тебя какая-то диета? Нет у меня диеты, когда повезет, тогда покушаю. А что ешь? Ну все-таки полезная еда? Нет, без разницы, я не, меня на диете сейчас не слушают мои тренера, я ем, что хочу, хочу, ем торт, хочу, ем, там, курицу, я не на диете абсолютно. Ну а, например, на ночи, если там целый день не ела, может, ты снова поедешь? Да, спокойно. В чем проблема-то? Не, ну ты выглядишь просто снабшивательно, ты худая, подтянутая, ну все-таки. Сил. Ну а ты каждый день занимаешься занятиями? Нет, через день. Через день. Есть такие моменты, когда ты садишься и думаешь, так, сейчас я придумаю что-то такое, что вообще еще не приду. Постоянно, постоянно, но чаще всего это сводится к своему любимому, все-таки на себе уже привыкла как-то какой-то определенный образ, и время бывает ограничено, когда себя собираешь быстро-быстро, и все равно думаешь, сейчас быстро закончишь, либо люди ждут, либо сама куда-то спешишь, и как бы заканчиваешь. Так бывают моменты, когда свободного времени много, садишься и там уже играешься, мы так это называем, либо модель приглашаешь, уже на модели там что-то, что тебе вечером в голову пришло, хочешь изобразить там. А ты себе какая больше нравишься, не накрашенная или накрашенная? Ну это по-разному, это зависит от моего настроения, иногда хочется прям сильно накрашенной быть, иногда бывают дни, когда хочется прям совсем без ничего, и так ходишь, и кажется, зачем я красилась. Все по настроению. Сколько ты сегодня готовилась? Сука я сегодня готовилась, ну на укладку больше времени ушло, волосы подготавливаются, и так красится, ну 30 минут. Если полноценный макеж. Ну ты сама не делаешь, или ты приглашаешь кого-то? Сама, конечно. Все сама? Конечно. А, укладку нет, укладку мне делают, а лицо сама. С волосами я не дружу. А есть такой мастер, которым ты хотела, чтобы он тебе накрасил? Нет, я люблю сама краситься. Для меня это такой вот релакс. Слушай, а вот по поводу таких вредных привычек, ты там пьешь, куришь? Нет, конечно, конечно, нет. Нет, у нас в принципе, наши женщины, они не пьют и не курят. Ну, очень редкие частные случаи. У нас нет такого. Ну, как мы, женщина, она ведь цветок, как сказать, женщина, она же девушка. Тогда, если она будет пить и курить, что же ее от мужчины отличит? И так мы уже и штаны ходили. Штаны ходят, женщины в кроссовках ходят, в кепках ходят. Ну ты ходишь? Редко, но не на каких-то мероприятиях, а так, может быть, на природу куда-то, или в спортзал. Ну да, там, где будут люди, там, где я буду на виду, конечно, я такого себе не позволяю. Все-таки я девушка. И если, что еще нас будет отличать? Все-таки, женщина, она должна быть и красивая, и нежная, и скромная. Скажи, а ты вообще сложный человек по натуре? Думаю, да. Наверное, требовательный. Потому что вот даже сейчас, готовясь к актритею своего салона, я понимаю, что, ну вот смотри, я прошла определенный путь. В некоторых моментах сложно, в некоторых моментах интересно, да. Но я его прошла. И, конечно, я буду требовательной по отношению к своему персоналу, да, по отношению к людям, которые будут задействованы в моей работе. Но ведь я не хочу допустить, например, чтобы их в какой-то степени несерьезность, да, непонимание моего дела, моей идеи, да, подачи, чтобы оно помешало мне, да, чтобы оно все мои труды взяло и перечеркнуло. Поэтому, конечно, я буду требовательна. Но при этом, если человек делает, если я вижу, что он хочет, то я и поощрять, конечно, буду. То есть я всегда, я ценю труд людей, которые работают со мной, работают на благо моего дела. И я, конечно, стараюсь это все поощрять по мере возможности. Ну и, конечно, я буду требовательна. А можешь ли ты сказать, ты капризна это или нет? Я думаю, капризна. Я, наверное, своего рода перфикс... Перфикс, сейчас я скажу это ровно. Я своего рода перфекционист. То есть мне хочется, чтобы было... Если делать, так делать хорошо. Я не люблю делать, лишь бы сделать. То есть если вот, смотри, сколько времени, хотя я могла сделать там что-то, что-то, но я лучше выжду и сделаю, как я хочу, как я это вижу, чем тяп-ляп, это не про меня. И я не терплю людей рядом с собой, которые согласны на тяп-ляп, на абы-как, это не про меня, это не моя история. То есть такой человек не сможет рядом со мной как бы быть долго, не получится. Когда ты идешь по Махачкале, и кто-то тебя узнает? Какая реакция? Нормально. Нас и не в Махачкале у вас тоже к нам. Ну, кто-то подходит, кто-то фотографирует, кто-то просто поговорит, кто-то просто... Знаешь, очень приятно бывает. Даже вот мама моя гуляет с ребенком, к ней подходит, ой, а вот это Шамильчик, да, а вот Дианочка, а вот ей так написали, а вот вы ей передайте, что мы вот ее любим, да, мама потом приходит, ты представляешь. Или вот гуляешь, подходят люди, говорят, Дианочка, мы вас любим, мы вас смотрим, не обращать никакого внимания, либо просто некоторые смотрят, кому-то, наверное, смелости не хватает подойти, кто-то просто не хочет, может быть, кому-то я не нравлюсь, зачем к ней подходить. Абсолютно разное бывает. И человек имеет право на мнение, правильно? Мы не обязательно должны всем нравиться, абсолютно. Как мы можем всем нравиться? У всех же наши разные вкусы, но при этом точно так же я имею право воспринимать их мнение, либо не воспринимать. Оно мне может быть нужно, а может быть, ну, зачем оно мне, в принципе, правильно? Я люблю критику, но обоснованную и здоровую. И нельзя путать критику со своим субъективным мнением. Ведь часто они пишут, это мое мнение, это твое субъективное мнение. Зачем оно мне? Человек, абсолютно не разбирающийся в чем-то, сидит там. С моего дивана, говорит, виднее. Я очень ответственный человек. Если я пообещала быть в четыре, я обязательно буду в четыре. Я сама ненавижу ждать. Меня ожидание может просто вывести из себя. Я на самом деле вспыльчивый человек. Да, я могу прям вспылить эмоции, но я быстро отхожу. Я могу вот вспылить, а потом я отхожу и думаю, ну, что-то я погорячилась. Но я могу признать, что вот я погорячилась. Да, вот бывает такое тоже. Ну, прям, я эмоциональна. Вот что тебе может такое? Вот даже ожидание. Если я долго жду, мне прям... Или просто день тяжелый, тут много-много звонят, звонят, звонят. Я могу слушать, слушайте, я устала, останьте меня в покое. Так вот, с разного... Свои дожденья, ты как отличаешься? Пушно тоже. Ну, друзей много, знакомств много. Пригласить одного, не пригласить другую. Ведь со всеми с ними работаешь, да? Со всеми с ними общаешься по ходу своей деятельности, по ходу своей работы. И как не пригласить кого-то? Поэтому гостей у меня много, нужно всех пригласить. А если так много гостей приглашаешь... Ну, я люблю, когда красиво. Мне нравится, когда праздник, чтобы был наряд. То есть для меня праздник это вот праздник. Ведь это как-то... Люди приходят, хочется, чтобы им тоже было хорошо и красиво у тебя посидеть. Чтобы приятно было. Слушай, ну а ты на чем-то хоть экономишь или нет? На чем я экономлю? Ну, у меня не бывает таких безрассудных... А? Да, безрассудных трат у меня не бывает. То есть мне не может сбрендиться в голову. Я понимаю, например, я всегда подумаю, стоит ли это сейчас сделать, или это можно отложить, и сейчас у меня есть более важные дела. То есть я рациональный человек, я вдумчивая. Я подумаю, сейчас или... Я иногда могу пожертвовать какими-то своими, так сказать, своей какой-то блажью, отложить и сделать то, что на данный период важнее. Ведь лучше сейчас отложить, потерпеть, например, ту же машину взять чуть попроще. Я ведь могла взять и ту, которую я, например, на самом деле хотела. Хотя я люблю свою машину, мне нравится. Ну, мне кажется, лучше сейчас взять так, и еще что-то могу сделать, да? Да, да. Чем я сразу, ну, это как бы не про меня. Ну, короче говоря, ты живешь все равно по финансам относительно. Конечно. А вот скажи, а по поводу вещей ты носишь бренды или обычные? Абсолютно разные вещи. В моем гардеробе как брендовые вещи, так и абсолютно обычные. Я не привязана к бренду. Для меня важнее, как это смотрится. Ведь самую простую вещь, то есть мои вещи абсолютно недорогие. Но если ты это умело сочетаешь, то это выглядит хорошо. А иной раз ты оденешь там полностью в кавале, и будет смотреться не то. Тут от того, как ты себя несешь. Ведь даже одна и та же вещь на людях может смотреться абсолютно по-разному. Ну, нет, у меня такой привязки нет. Я не фанат вещей в плане вот их стоимости. Я фанат эстетического восприятия, то есть как это смотрится, а не так, сколько это стоит. Абсолютно нет. А скажи, фильмы, сериалы смотришь? Очень редко. Ну, периодически смотрю. Последняя картина, которую я посмотрела, наверное, это было вот... Как же я сейчас... Отель Мумбай. Мы посмотрели картину. Подруга тоже позвала, попросила с ней поприснуться. Ну, очень тяжелая картина. Прямо долго я от нее отходила. Опять-таки, ну, я считаю, что такие фильмы тоже смотреть нужно, чтобы иногда многих, наверное, спускает, когда понимаешь, что и такое бывает. Хорошо. А что бы такое должно было бы случиться? Не знаю, вот невероятно, чтобы ты сказала, ну, вот это я крутая. Ух ты, надо подумать. Вот когда мой сын вырастет и станет хорошим человеком, когда он будет, когда я пойму, что я вот мы, не я, я не одна, мы воспитали его достойным, что он достойный. Тогда я скажу, наверное, да, вот я молодец. А сейчас, ну, какая я только иду к этому. То есть это сложнее. А как ты считаешь, это вот у тебя просто как-то дар, талант? Это больше работа. Работа над собой. Да, я развивала его. Я не скажу, что я прям суперодаренный человек, но я усердный человек. Пластика. Смотри, еще такой вот был момент, вот заходишь, когда выбиваешь тебя просто в интернете и сразу выбивает там, ну, разные там довольные, недовольные люди и выбивает вот, что пластика до и после ты. Да. Почему ты решилась на пластику? Ты знаешь, я всегда была против хирургиста. Говорила, зачем вы это делаете? А просто в один период времени мне захотелось. Мне просто захотелось, я пошла и сделаю. В чем проблема? У тебя не было этого страха? Если мне что-то в голову пришло, меня уже не остановить. Вот уже бесполезно. Если вот я захотела, там уже хоть на Луну меня отправь, я все равно сделаю. И это все так быстро получилось. Я захотела, через неделю я сделала. Конечно, когда я потом после пластики увидела, мне немножко было, ну, носик это отправляло. У меня были еще, мне нужно было это. Не просто визуально, у меня были проблемы с дыханием. У меня были головные боли, не могла спать. У меня сложно, особенно после родов, почему-то у меня это усилилось. Я не знаю, с чем это связано, но мне и надо было, и мне просто захотелось. Я пошла и сделаю. И вот как, ты был в какой-то момент привыкания? Да, конечно, когда уйдет в зеркало, думаю, кто ты? Да? Ты кто? Серьезно? Да, ну, особенно когда ты медийный человек, и на каждом шагу потом это обсуждают. Ну, опять-таки, я не слабый человек, и это спокойно пережилось. Все вроде привыкли. Конечно, быстро, я довольна, в принципе. Все хорошо. Есть еще что-то, что бы ты хотела изменить? Нет, все, все. Но все остальное можно изменить просто спортом, держать себя в тонусе. Абсолютно больше нет. Мне хватает. Скажи, волосы, как ты за этим ухаживаешь? Я за ними ухаживаю. Иногда какие-то уходовые процедуры, но опять-таки, это делает мастер в салоне. Когда я вижу, что волосы немножко устали, особенно если там в месяц приходится несколько перелетов сделать, ну, пойдешь, там она тебе маски поделает, витаминчики повтирает. А тебе иногда поможет что-то есть? Нет, у меня были прятки, не знаю, как это называется, колорирование. Слегка-слегка там, что пробегалось по моей голове. А так, в принципе, цвет волос свой. А по уходу за лицом что ты делаешь? Сейчас я понимаю, там, ну, есть разные, кто-то делает там всякие уходы, кто-то делает. Биолевитализацию кожи покололи мы, но опять-таки, это, я не считаю, что прям вмешательство косметологическое, это больше уходовая процедура. А так, больше, наверное, нет. То есть, какие-то ботексы, все такое мы не делали. Нет, пока морщин нет. Ты с кем-то вообще консультируешься по поводу этого всего? Есть ли человек, который там, не знаю, продюсер или кто-то, кто занимается вот тобой? Нет. Или ты все сама? Нет. Все по контролю. Та оболочка, как я выгляжу, это все-таки мое восприятие. Ну, если кто-то будет мне рассказывать, как мне надо выглядеть и как мне надо говорить, тогда это буду не я. Да, можно любую девочку посадить, это буду не я. Это так и потеряю индивидуальность. А ведь, наверное, я стала людям интересна. Такая, какая я есть, возможно, в некоторых моментах, может быть, неправильная, может быть, не такая. Ну, это я. Я вот такая. И мой внешний вид меняется не с веянием какой-то моды, а с моментом ощущения и восприятия. Вот когда я чувствую, что я хочу вот так. Вот просто могу утром проснуться, потом я вот так хочу. Я делаю. А ты можешь просто, не знаю, одеться как модно сейчас, там треники, майку, там, и выйти просто... Нет, майки я вообще не могу ходить. Ну, как бы, так откровенно, можно сказать... Это все-таки уже за грани твоего, да? Ну, конечно, все-таки мне нужно... О профессии. Слушай, а к тебе можно, например, прийти, вот если, там, я пришла, обычный человек, и сказать, слушай, Диан, посоветуй мне что-то вот с лицом, что мне надо сделать, вот в плане, может ли ты дать совет, там, по уходу за кожей, или, там, вот, смотри, тебе вот здесь надо это сделать, это так. Ну, вот в чем вообще заключается твоя работа? Ну, я больше делаю образ на один день. То есть я не косметолог, я ничего не колю, не изменяю на долгий период. Ну, я могу своему, своему близкому человеку, да, подруге, близкому клиенту посоветоваться. А так, например, ко мне первый раз человек пришел, я говорю, тебе там надо что-то поколоть, нет, такого нет. Я на себя такой ответственности не беру абсолютно. Это все-таки индивидуально, кто-то хочет, кто-то не хочет, кто-то, наоборот, очень так настроен и считает, что это не нужно. Может быть, она считает, что от природы все прекрасно, и такая, знаешь, там, иди по колесе. Если она спросит, я могу дать какую-то свою рекомендацию, но очень аккуратную. Понимаешь, потом не так пойдет у нее, потом скажет, что это мне Диана по нас советовала. Ну, и ты в это не углубляешься, да? Нет. Все-таки, мне кажется, каждый должен заниматься больше своим делом. Еще, а вот у тебя есть, ну, как говорится, такая сфера, там, где очень много компаний косметики, и как бы ни было, наверное, тебе были предложения, там, рекламируют вот эту марку, вот эту. Да, конечно, мы сотрудничаем периодически, то есть марки могут отправить на тестирование свою продукцию. Ну, опять-таки, нет привязки, что я должна. Если мне понравилось, я могу похвалить. Если не понравилось, я, ну, конечно, я не скажу, что мне не понравилось, я просто ничего не скажу. Просто оставлю за кулиси. Есть косметика, которая там, ну, на рынке продается. Ты ее вообще никогда не рассматривала? Нет, нет, абсолютно нет. А ты считаешь, что это все? Ко мне люди приходят за профессиональным, качественным макияжем. Ведь, правильно, взять косметику с рынка и нанести на себя они могут самостоятельно. Ко мне они идут за качеством, за брендом, может быть. Человеку же приятно, когда понимать, что косметика, она-то люксовая, она хорошая. Ведь вы же тоже не захотите, чтобы я вас с рынка чем-то там подкрасила. Да, у меня, конечно, не было такое, сказать, смотри, слушай, я такие тени купила классные, вот посмотри на рынке за 300 рублей. Нет, 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 конечно, нет. Я не знаю, как они себя поведут на ее лице потом, я не могу так рискать. Это же кожа. Нет. А были моменты, когда не было клиента? Конечно, было. Всегда, даже сейчас есть, когда у тебя взлет, когда у тебя прирост, когда у тебя поспокойнее. Ну, так, по-разному. И в такой момент нужно не сидеть и не думать, вот почему. Нужно понимать, что, значит, ты в чем-то сделала не так. Значит, тебе нужно сегодня поработать над собой чуть больше, чтобы завтра у тебя было лучше. Это тоже своего рода урок. Значит, ты расслабилась. Значит, ты где-то там упустилась. Что-то ты сделала не так. Наша профессия часто, вот люди смотрят и думают, даже вот как у нас у людей складывается какое-то впечатление по картинке, правильно? Ту картинку, которую мы видим. Вот вы перед общением со мной, как вы сложили впечатление? Вы, наверное, посмотрели Инстаграм, наверное, максимум, да? И посмотрели, вот такая Диана, такая к нам сейчас придет. А что мы видим в Инстаграме? Красивые фотки. Все красиво, отдохнула там, поехала сюда, приехала. На самом деле это имеет место быть. Это и красота, но еще есть и оборотная сторона. Она порой сложная, она порой, в некоторых моментах даже неприятные моменты бывают, да? Разные бывают. Ну, давай разбирать ту же самую мою работу, да? С чего начинается мой день работы? Во-первых, я рано встаю. Если у меня невеста записана в 4 утра, а я не имею никакого права человеческую опоздать и подвести ее, значит, я должна встать хотя бы минут за 40, да? Чтобы я успела собраться, умыться, одеться, доехать. Правильно ведь? То есть я рано встаю. Ты когда выезжаешь к невесте, ты не красишься сама? Нет. Первое время я всегда встречала невесту накрашенную, но опять-таки сейчас я, хоть многие думают, что вот только с макияжем, я довольна своей внешностью без макияжа. Я могу спокойно... Макияж это часть образа, наверное. Ну, я не представляю, что вот я обучаю девочек визажа, визажу стоя там не накрашены. Все равно, что я хирург там... Как? Больной какой-то. Да. Ну, правильно ведь? Да. Ну, не эстетично ведь так. Поэтому есть определенная форма. Можно сказать, это моя форма. То есть я должна быть в образе, должна быть красивой, потому что я обучаю красоте. Но при всем при этом у меня нет какого-то комплекса, что я обязательно должна быть при макияже. Нет, абсолютно. То есть я еду на работу, но единственное, я с вечера всегда думаю, в чем я поеду. То есть я не беру попавшиеся первые джинсы и футболку, такого я себе не позволяю. И потому что даже нельзя, потому что я не хочу есть. Я себя так не чувствую. Я приезжаю к клиенту и начинаю работать сразу. Есть у меня в 4 часа клиентка. И представляете, у меня в 4, в 5, в 6, в 7, в 8, у меня каждый час расписано. То есть, во-первых, мне надо рано встать, во-вторых, мне нужно много простоять, правильно? И долго мне нужно работать. И вообще работать с клиентами, она же не всегда с улыбками. Бывают люди сложные, которым нужно найти подход. И, как я говорю опять-таки своим ученицам, мы, работая с клиентом, должны понимать, что у клиента на самом деле огромный выбор. Она выбрала вас. И вы должны сделать так, чтобы она ни на минуту не пожалела о своем выборе. Ведь правильно? Она же вам себя доверила, в ваш такой сложный, важный день. Поэтому нужно и поговорить, нужно и подход найти, нужно и макияж делать достойно, чтобы она была довольна. Но после того, как рабочий день заканчивается, у меня есть же еще какие-то моменты. Если у меня коллектив работает, у меня есть организационные моменты, правильно? Там работу нужно поставить, какие-то моменты исправить, что-то не так, что-то докупить, что-то сделать. Какие-то встречи бывают. Даже вот на Инстаграм тот же самый поработать. Ведь даже вот сделать фотографию порой времени не бывает. Потому что ты работаешь, а потом ты себя соберешь, такая, собралась, надо красиво сфоткаться. А люди не думают, что там они делают. Просто красятся и все. На самом деле нет. Каждая работа – это труд. Скажи, а есть какие-то вообще сложные лица, когда приходят клиенты, ты думаешь, о боже, что же у меня себя сделать с этим лицом? Конечно, бывает. Но это уже не ее проблема, это моя проблема. Надо выкручиваться. Бывает еще такое, что клиент приходит, особенно вот в наш регион, да, она хочет совсем, чтобы ничего не было, но при этом, чтобы все изменилось. Так не бывает. Или она хочет там показывать одно, показывает черные глаза, говорит, а чтобы не видно было. Такое тоже бывает. Тут опять-таки нужно уметь разговаривать, общаться и находить компромисс. Нужно не просто послушать, нужно ее услышать, что же она на самом деле хочет. А бывали такие клиенты, которые вот ты накрасил, говорит, все, умываемся? Нет. Ни разу не было прям, вовец гладить. Ни разу не было такого. Я же говорю, мы же не просто вслепую красим. Она, во-первых, видит себя в зеркале. Во-вторых, я с ней разговариваю. Я хочу ее слышать. Она мне рассказывает, что она ждет от макияжа, какого эффекта. То есть она хочет, чтобы это было, не когда, чтобы ощущение было, что я сама накрасилась. Такое тоже. Что я не сильно готовлюсь. Либо, наоборот, хочет прям всего побольше. Чтобы было видно, что я от тебя ушла, что я была у визажиста. Такое тоже бывает. Тут нужно поговорить. Тут уже, знаешь, работая, ты уже просто человек приходит, и ты понимаешь, на что она готова. Что ты можешь ей сделать. С чем она уйдет довольная. Она может говорить одно, но ты понимаешь, что она не понимает просто, что она говорит. Тут надо разбирать по мелочам. Либо, я считаю, что лучше сначала взять чуть-чуть поменьше. Если надо, мы добавим. Скажи, а есть такие клиенты, которые ты говоришь, ну, например, своей помощницей, после того, что ты говоришь, так, эту клиентку потом ко мне не записывать? Очень редко, но бывает. Бывает. Ну, что ты можешь отмазаться. Очень редко, да. Я говорю, сохрани номер, не записывай ко мне. Бывает, но это единичные случаи. И, скорее, это происходило не от того, что она капризничала именно в плане работы. Она может быть как бы сама... Да, наверное, чуть-чуть, да, наверное, какие-то моменты меня, не знаю, что как человек, у меня не сходились. Восприятие моем, и мне, наверное, проще отказаться от такого клиента. Но, опять-таки, это было очень мало раз за всю мою работу. У нас индустрия красоты, она очень сильно развита. У нас и наши мастера выезжают на обучение, у нас и спикеры приезжают к нам, то есть проводят у нас обучение. У нас все это... У нас и конкуренция очень высокая, и поэтому каждый хочет развиваться. Чтобы держать планку, правильно? Да, но вот что ты делала параллельно? Я понимаю, что после школы вы не красились. Нет, в школу, конечно, не красилась. И сначала я не красилась, я будучи уже взрослой девочкой начала краситься, как бы мама не поощряла макияжа на мне. Да и как-то... Маленькая еще, наверное, была, как краситься. А сколько ты начала сама краситься? Ой... Ну, так, мне ничку там... По-моему, на втором курсе у меня уже появилась пудра. Я уже пудренная ходила. Во втором? Ага. Во втором курсе уже стала слегка подкрашиваться, вот так вот, постепенно. А что ты чувствовала, когда ты накрашенная выходила перед парнями? Не то, что перед парнями, ты идешь, и у тебя ощущение себя другое, когда ты при макияже. Ну, согласитесь, даже вот из вашего опыта, когда вы накрашена на каблуках и красивом платье, у вас даже осанка и походка будет другая, нежели вы идете в панамки и в кроссовках. Ну вот, так же и любая девушка, так же и моя клиентка, приходя ко мне, так, выходят уже королевы. Платки. Откуда пошла вот эта вообще тема с плавясками? Ну, это к нашему региону свойственно, как бы у нас много покрытых девушек, как бы, да и мне просто нравится платок, я люблю это все, восток мне близок, и как бы хочется сочетать это в себе, хочется, знаешь, как бы, может быть, на своем примере показывать девочкам, как это можно сделать красиво, ведь многие хотят и боятся, как бы, да, платка, а он же может не обязательно как-то, у некоторых существует стереотип, что вот платок, это обязательно вот какой-то вот, как сказать, замкнутость, это не так, платок может быть и красивым аксессуаром, дополняющим, в принципе, достаточно светский образ. Вот я сегодня не с покрытой головой, но можно было и сочетать его, и все это может быть красиво и интересно для девочек. Саморазвитие. У кого ты берешь мастер-классы? Нет определенного, к нам очень много спикеров приезжает, вот всевозможные, по мере своей занятости я стараюсь посещать. Знаете, даже не в силу того, что макияж перенять, да, просто послушать, что человек говорит, его философию. Вот мне больше интересно даже посмотреть, как он себя ведет, как он говорит, что он говорит, как он мыслит, ведь это полезно тоже в работе, какие-то его жизненные ситуации, может быть, что-то иногда мотивирует, что-то в какой-то ситуации тебе подскажет, как выйти из ситуации, ну, как бы опыт. Это Полина, вот спрашивает, чему научилась, пошла там. Не обязательно чему-то учиться, просто послушать, просто интересно. Ведь человек столького добился, хотя бы ради этого он заслуживает того, чтобы его пришли и посмотрели, и послушали. Скажи, а как, ну, ты обучалась у кого-то, или ты просто сама? Ну, опять-таки, мы посещаем мастер-классы, к нам же приезжают, да, наши коллеги, мы их посещаем, смотрим. А так больше обучения и развития мы получаем сами в процессе работы. То есть в процессе своей деятельности, работая с клиентом, уже познавая различные особенности лица, мы учимся, мы взаимодействуем с самообучением. Школа визажа Обучать я начала еще у себя дома. У меня начали спрашивать. Первое время я отказывалась, я не вела обучение, потому что мне казалось, что, ну, чему я научу, да, как бы. Потом я взяла одну ученицу, потом двоих, потом троих. Я поняла, что я могу. Но опять-таки мне, как проходило мое обучение в начале? То есть я не могла вместить сразу группу, я там по две, по три девочки, мне постоянно весь день уже до вечера был занят. То есть начало одни, потом через три часа другие. Это было трудно. Потом я поняла, что не нужно расширяться. Я взяла уже помещение и как бы могла объединить их в группу. Когда набирается группа, я уже изначально понимаю, что ко мне придут девочки, которые в основном посадятся вот девочек, вот смотришь первое знакомство, у них глаза горят, правильно? Они пришли, они мечтают, у них есть мечта. Но чаще всего, конечно, бывает, которые просто пришли и думаешь, ну, зачем ты пришла. Но это редко. Чаще всего сейчас девочки, они понасмотрят, да, инстаграм, они хотят, им это интересно. И тут я должна максимально вложить в них не только знания, не только теоретические какие-то основы по макияжу, как накрасть. Я должна их зарядить по возможности вот этой энергией. Чтобы они, уходя, они хотели продолжить это. Чтобы они, чтобы у них ведь сразу не получится, ведь будут сложности, пока они наработают клены, пока все это не сделают, у них будут сложности. И мне хочется, чтобы у них настолько хватало этого заряда, чтобы у них хватило сил продолжить это, чтобы они ни в коем случае не бросили. И поэтому даже своим внешним видом я должна как бы соответствовать, я должна их зарядить. Потому что они ведь на меня посмотрят, я должна им дать пример то, как они должны выглядеть. А в моем понимании все-таки визажист должен выглядеть красиво. Ведь работать в красоте с чем-нибудь здесь на голове, с каким-нибудь несуразным хвостиком, это непозволительно. Это ты можешь там где-нибудь, когда тебя никто не видит. Но раз ты выбрала эту дорогу, то будь добра, соответствуй. Тем более, когда ты пример. А ведь для моих учениц я пример, раз они ко мне пришли обучаться, правильно ведь? И нужно уже соответствовать. Я так радуюсь за своих учениц, которые добиваются успеха. Мне на самом деле я горда за них. Но при всем при этом самой тоже надо всегда двигаться. В этой сфере хватит места абсолютно всем. Всегда есть востребованность и всегда есть клиент. На человека, на работающего человека. Ну, никто никого не обделяет. Если их становится больше, не значит, что у меня станет их меньше. Ведь и девочки тоже подрастают, да? И всем надо краситься, правильно? Мастер-классы. Я помню, как у меня ноги тряслись, как я думала, что я буду им рассказывать. И когда ты видишь, все зависит от зала. Когда ты оборачиваешься, смотришь на зал, и они тебе рады, и они тебя принимают, ты как бы, у них своя. Ведь когда они подписаны на тебя, они как будто семья. Каждый день знаешь, что ты делаешь, что ты кушаешь, куда ты ходишь. Как будто уже все родные, да? И когда ты видишь от них, что они улыбаются, и ты чувствуешь эту энергетику, ты раскрываешься сразу. Это происходит, и все, ты можешь разговаривать. А первое вступление в мастер-классы все равно бывает такое зажатое. Сколько бы ты ни думал, что ты сейчас им скажешь, никогда не помогает. Я вообще не люблю готовить речи, все равно не скажу, что хотела. Все равно скажу, что получится. И дрожащим голосом. Ну, наверное, это хорошо, потому что если получится по заученности, то зачем это надо? Это же не настоящее. Пусть с дрожащим голосом, но что почувствовала. Ну, опять-таки, хочется не разочаровать людей, чтобы они... Они ведь не только деньги потратили, да, на билет заплатили, они время потратили. Они пришли к тебе, кто-то приходит просто посмотреть, а кто-то идет и ждет, что он узнает что-то для себя. И вот тут нужно дать ему это. Я даже до конца не знаю, какой макияж я сделаю. Хоть бывает программа, что я там им обещаю, но могу пообещать одно там. Я послушаю зал, что они захотят. Мы с ними советуемся по ходу макияжа. Что они хотят увидеть, что им интересно у меня увидеть. Поэтому я же работаю для них. Завтра я буду работать для них. Что от меня хотят. Скажи, максимальное количество людей, которые были у тебя на настигласе? Сколько у нас было максимально? 180. 180 человек. Да, ответственно. Скажи, а есть секретный райдер? У нас к организаторам? Да. Да, конечно. Ну, у нас такой адекватный, просто прописаны необходимые вещи, которые, в принципе, и так были бы. Просто, скорее, это напоминание для организаторов, чтобы в суете чего-то не забыли. И те моменты, которые они в силу своей неознакомленности, они могут не знать, что нам это нужно. А нам это, например, необходимо. Например, мне необходимо, чтобы стул был высокий. Потому что, ну, согнувшись, я красить не смогу. Это несложно. Они дадут стул. Ну, возможно, дадут обычно. А тут они почитают и поймут. А, нужен высокий. Правильно ведь? Такие вот некоторые моменты, которые мы оговариваем. Ну, ну, с такой. У нас нет такого, какого-то там... Экзотические фрукты с первой недели. Да, ну, нет, конечно, мы же не принцессы. Мы адекватные, простые люди приезжаем. Зачем это надо? Зачем людей как-то напрягать, что ли? У них и так с этой организацией полно дел. Куда еще они мне? Зачем мне это надо? Что ты пожелаешь девчонкам, которые только стоят в начале пути? Обязательно, обязательно верить в себя. Никогда не опускать руки. Ведь что бы тебе ни говорили. В мой период роста и становления именно в профессии было тоже, когда мне говорили, Диана, сколько визажистов, куда ты идешь, кого ты будешь красить, да зачем тебе это надо? Куча людей мне этого говорили. Ну, при всем при этом, если у тебя есть цель, нельзя ни один день, ни одну минуту своего времени сомневаться в себе. Ведь если мы сомневаемся сами в себе, то кто в нас поверит? Ведь если до меня кто-то уже это смог сделать, почему я должна не смочь? Почему должно у меня не получиться? Чем я хуже? Ну, чем? Ничем. А если никто не смог, так вообще здорово. Я первая буду. Я первая. Планы на будущее. Интересно. Слушай, а как ты вообще себя ощущаешь? Ты такая молодая, самодостаточная, уже довольно-таки известная. У тебя есть ребенок. Я понимаю, что у тебя все есть. А что дальше ты хочешь? Вот куда ты сейчас направляешь свои силы? Огромное количество проектов. Мы подписали договор с крупной косметической компанией. Но пока это будет чуть-чуть секретом. Мы обо всем расскажем. Думаю, и своих подписчиков, зрителей мы порадуем. Надеюсь, приятно, удивим. Все это в будущем. А на самом деле это огромные, огромные возможности. Очень много куда расти. Есть куда расти. Я даже, что касается даже профессионального уровня, я считаю, что у меня еще есть куда расти. Очень много. А ты хочешь направить себя сугубо на Россию или на мировой уровень? Как не скромно. Как повезет. Но, конечно, не только Россия. Мы уже выехали за границей России. Мы уже дали мастер-классы в Казахстане. Многие города поездили. Душанбе, Алмата, Астана. Я сейчас уже не припомню, где мы были. Не только Россия. Приятно, что нас ждут, что нас любят не только у нас. Что мы летим, и нас встречают, что нас знают. Очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова